Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили. И сегодня я снимаю для вас видео с необыкновенно вкусными роллами. Здесь у нас новые какие-то, здесь внутри икра, как я вижу, листья салата, рыбка. Очень интересные и большие. Никогда не пробовала. А это все стандартно, как всегда. Давайте приступим. И тема нашего сегодняшнего видео это ранние отношения. Как я отношусь вообще к ранним отношениям, когда рано заводят детей и все дела. Одна из моих подписчиц отправила мне историю, которую, если честно, мне не очень хочется зачитывать. В том плане, что мне кажется, это очень личное. Как вкусно! Иногда я смотрю передачи, там девочка, ну совсем прям маленькая, совсем ребенок и беременная. От взрослого человека. Если честно, я в свои 16, наверное, 17 лет была еще до сих пор ребенком. Я очень поздно повзрастела, и я рада этому. Потому что заводить ребенка, когда еще ты сам ребенок не состоялся, что ты можешь дать этому ребенку. Не самое главное родить. Самое главное хорошо воспитать. Обеспечить всем нужным. Но мне кажется, что морально никогда невозможно быть подготовленным к детям. В любом возрасте тебе будет казаться, что... Ой, как-то я не готов. Когда мне было лет 16, я думала, что в 20 вот точно я буду готова к детям, к семье и все дела. Сейчас я думаю 30. Но я думаю, в 30 я буду говорить так же. На 100% ко всему этому подготовленному быть невозможно. У нас есть родственник, он считает, что если он поженится... Это парень, да? Он сразу постареет. Жизнь перестанет быть интересной. Но проблема в том, что ему уже 40, и он уже постарел и без семьи. То есть этот процесс, он необратим, даже если ты не женишься. В 16-17 лет я настолько хотела замуж. Это было нечто. Я больше всего хотела замуж именно из-за платья, из-за этого всего праздника и все дела. А не из-за того, что я хочу семью, детей. Сейчас мои взгляды абсолютно изменились. Если раньше для меня самое главное было супер пышная свадьба, супер пышное платье. Сейчас я думаю, что лучше будет уехать куда-то отдыхать, чем звать людей, которые не хотели бы прийти к тебе на свадьбу. Но так как ты пригласил, они вынуждены сюда прийти. Я думаю, что это очень вкусно. Когда ты работаешь в молодом коллективе особенно, и каждые 3-4 дня тебе дают приглашение на свадьбу, если честно, это немножко расстраивает. Потому что вся твоя зарплата должна идти на мероприятия, которые по сути тебе вообще не интересны. Я не хочу, чтобы я тоже давала приглашение. И человек думал, блин, теперь идти к ней на свадьбу, ну нафига. Поэтому я думаю, лучше пригласить малых гостей, хороший ресторан. И не надо. Не надо людей, которые просто приходят, дарят тебе деньги и даже не остаются до конца мероприятия, а уходят. Часто так бывает, особенно на таких достаточно, знаете, больших пышных свадьбах. Смотришь, половина столов уже пустые к 9-10 часам вечера. Пришли-пришли до галочки. Встали ушли. Это у нас была одна группница. Точнее, она училась на курс выше нас. Но мы с ней хорошо общались. И она просто взяла всю свою группу, пригласила себя на свадьбу. Хотя со многими, ну не была в близких отношениях. Из всей группы, получается, пришел только один мальчик. И он пришел где-то на час. Пришел просто, подарил ей деньги и ушел, получается, через час. И она настолько обиделась на группу. Но я считаю, что это правильно. Может быть, эти люди не собираются тебя приглашать на свадьбу. Зачем обижаться? Зачем приглашать людей, с которыми у тебя нет близких отношений? Давай я весь универ приглашу. Это не значит, что все обязаны прийти. Это, конечно, безумно приятно, что тебя куда-то приглашают. Но, опять же, нужно знать, кого ты приглашаешь. У нас просто немножко свадьбы отличаются, может быть, от русских свадеб. У нас обязательно дарятся деньги. Редко кто дарит подарки. И деньги должны соответствовать стоимости стула в ресторане. То есть, например, тебя приглашают в дорогущий ресторан, где, например, 10 тысяч платится за одного человека. Получается, ты должен подарить как минимум 12 тысяч. Получается, просто какой-то знакомый. Почему он обязан идти на твою свадьбу и дарить 12 тысяч? Может быть, это пол его зарплаты. Я даже, когда работала в строительной компании, пришел один парень, он раздал всем приглашения. И каждый второй, который открывал, думал, блин, теперь его свадьба. Опять нужно деньги дарить. Все, от зарплаты ни хрена не осталось. Эти летние месяцы уже надоели. Зачем? К чему это? Если бы это еще было какое-то мероприятие, которое тебе действительно интересно, я бы еще поняла. А так? Пустая трата времени, сил и денег. Эти вообще огромные. Но Филадельфия, это, конечно, классика. Я яблочный сок разбавила водой. Потому что он был немножко сладкий. А когда я пью что-то сладкое, мне еще хочется и воды. Поэтому я разбавила, получилась вообще бомба. И разбавила я как раз-таки воду из холодильника, супер холодную. Я ненавижу какие-то напитки с ежевикой, которые мне совершенно не нравятся. Не люблю. А здесь с рыбкой вкуснятина. Раньше выборочно кушала. Сейчас все. Продолжение следует... Я не люблю. Я люблю. Пока. Покажación. Покажа. Покажание. Покажаны. Покажаны. давайте еще пару штучек напоследок такой вот красоты еще давайте один такой какой из этих взять большие посмотрите какие необычные роллы в рот даже не помещаются в общем ребята на этом все спасибо что досмотрели это видео до конца я уже наелась осталось 8 штук которые уже из честно не влазью ты заставлять себя это же не хочу всех люблю целую подписывайтесь обязательно всем пока